Ты знаменита, у тебя есть деньги, но ты несчастлива, ты по-прежнему одержима этой безумной идеей. Мама, о чем ты? Я не понимаю. Ты все понимаешь, Каролина. Я читала газеты, ничего не изменилось. Ты стремишься к одному, по-прежнему причинять боль дочери сеньоры Аманды. Любой ценой. Венивижн Интернешнл представляет. Караима Торрес И Рикардо Аламо В сериале «Любовь прекрасна» В ролях Карл Хоффман Анна Карина Казанова Рикардо Бианки Мариан Волеро Кони Фуэнтес Денис Навель Аннабель Риверо И другие Композитор Даниэль Эспиноса Исполнительный продюсер Маргарита Моралес-Моседо Режиссер Тони Вьего Признай, что ты ее ненавидишь Ты ненавидишь ее с самого детства Да Я ненавижу ее Я ненавижу ее всеми фибрами души Но у тебя нет для этого никаких оснований Из-за нее я лишилась отца Нет, Рамира тебе не отец А она его дочь моя дорогая Твой отец умер, когда ты была малышкой Я много раз говорила тебе об этом Он любил меня До тех пор, пока на моем пути не появилась Моника Что это за напиток? Секрет фирмы Очень вкусно Надо попробовать Попробуй, попробуй У него вкус апельсина Постой, постой Больше похоже на яблоко Но аромат какой-то странный Я же сказал Секрет фирмы И через пять минут на боковую Эмилиано Надеюсь, ты не принимаешь никаких таблеток Какие таблетки? У тебя что, болит голова? Перестань, Эмилиано Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю? Да или нет? Конечно нет Я еще совсем не так стар К тому же со мной Самая прекрасная и удивительная женщина Иди сюда Поближе Перестань Щекотно? Перестань, Эмилиано Перестань, Эмилиано Зачем мне принимать таблетки? Дорогой, я так счастлива Так счастлива, Эмилиано Но иногда Я чувствую себя виноватой В чем? Сама не знаю Мне хочется петь Танцевать Смеяться Это несмотря на то, что В доме столько проблем Я часто видела ее в парке Она была прелестной девочкой И всегда играла в куклы Моника Доченька, иди сюда Не уходи далеко Ну вот Здравствуй, любимый Здравствуй Иди ко мне Папочка Мое сокровище Пусть небо благословит тебя, моя красавица Ну-ка, полетели, полетели, полетели Рамира был лавелласом Он сгубил немало женщин Он обманул меня Обманул Аманду Правда, потом он Раскаился Аманда простила его И он вернулся к ней Тебе не нужно никого ненавидеть А уж Монику и подавно Однажды я подошла к нему И сказала Папочка Так же, как Моника Папочка А он смотрел на меня Словно я чужая Он не хотел, чтобы Аманда узнала О нашем романе Я сказала Папочка Папочка Знаешь, что он ответил Я никогда этого не забуду Бедняжка Она потерялась Нужно найти ее маму Моника побежала за нами И спросила у него Почему я так назвала его Он сказал, что Что я маленькая И обозналась Все равно, доченька Рамира Рамира Тебе не отец Ты же знаешь, что я права, мама Доченька Настоящие отцы Не отказываются от детей Никогда Перестань терзать себя Подпиши, пожалуйста Фабиан доволен? Да, очень Они в восторге от моей работы Я очень рада Знаешь, агентство уже вернуло Себя одного клиента Да Нужно же с чего-то начинать, верно? Конечно Вот увидишь Теперь ваши дела пойдут в гору Поздравляю, любимый И передай мое поздравление Монике Непременно Потом договоримся о встрече Хорошо? Целую Я тоже Пока Доченька Оставь в покое прошлое Посмотри на себя Ты взрослая женщина Самостоятельная Красивая Зачем тратить силы на то Что лишено смысла? Мама, уходи И больше не появляйся здесь Доченька Я никогда не откажусь от тебя И если я тебе понадоблюсь Ты знаешь, где меня найти Кроме тебя у меня никого нет И я буду просить Бога Очистить твой разум И укрепить твое сердце Больше Мне ничего не остается Прощай Прощай, дорогая Я ухожу Мама У меня есть деньги Я могу поделиться с тобой Нет Да, моя жизнь скудна Зато я никому ничем не обязана Но я же могу сделать тебе подарок Лучший подарок Который ты сможешь мне сделать Выкинуть из головы мысль о месте Я ухожу Фабиан пригласил меня на ланч Опять? Да, и пообещал во время ланча Отдать мне чек за нашу работу В таком случае иди и поторопись Не заставляй его ждать Кстати, истекает срок оплаты счетов За электричество и воду Отлично Как только я получу чек Мы сразу же их оплатим Как скажете Леди, джентльмены Поаплодируем нашему боссу Она совершила первый шаг В качестве менеджера Лезама Адвертайзинг Браво! Здравствуйте Здравствуйте Можно Каролину? Здравствуй, Анна, как дела? Хорошо Познакомься, это подруга моей мамы Здравствуйте, сеньора Анна Лизама Лизама? Да Вы случайно не родственница Аманды Фернандес? Точно, я ее внучка Поэтому вы такая красивая Скажите бабушке, что Антониэта Гальвес Ее не забыла Вы знакомы с моей бабушкой? Да, когда-то мы встречались Ну, ладно, я пошла Всего доброго, сеньорита Каролина До свидания Извините Не обращай на нее внимания Она не в себе И уж тем более Ничего не говори бабушке Пустая трата времени В чем дело, Каролина? Что с тобой? Три женщины и один преступник Три женщины? Карлота, Моника И Каролина Твоя новая подруга Каролина мне не подруга Она мой информатор Теперь я могу читать дальше? Да-да, конечно Согласно греческой мифологии Самые поразительные чудеса на Олимпе Совершили три женщины Три богини Что случилось? Неужели полиция следит за ним Потому что он что-то натворил? Зачем полиция следит за ним? Не понимаю Он сказал, что чуть не убил кого-то Я в растерянности Успокойся Ты ни в чем не виновата Анита, ему нужно время Чтобы прийти в себя Он просил денег, Каролина Но у меня их нет Ты не могла бы помочь мне? Дать в долг небольшую сумму? Анна Мне очень жаль Но у меня нет ни цента Я на милии живу в кредит Я же безработная Мне очень жаль, Анна Очень жаль Именно Алло Да-да, это я Говорите Что? Каким образом? Где? Да Я сейчас же выезжаю В чем дело, Бернардо? Ты же не закончил статью И хорошо Придется писать другую Что? А Чаваль на свободе? Нет Все гораздо хуже Карлота мертва Ее сбила машина А Чаваль? Конечно, это А Чаваль Но Доказательств, что ее убили По его приказу нет Я еду в морг на опознание Нет, Бернардо Не надо Возможно, они следят за тобой Марина, прошу тебя Успокойся Я буду осторожен Но сначала я должен Кое-кому позвонить Почему? Почему эта женщина Вновь напомнила о себе? Зачем? ЗВОНОК Алло? Минутку, я открою дверь Не открывайте Кто это? Бернардо? Да Слушайте внимательно Не открывайте дверь Это может быть опасно В чем дело? Карлота погибла И вы думаете, что я следующий? Не исключено Будьте осторожны Вы поняли? Кто там? Я спрашиваю, кто там? Бернардо, они пытаются взломать дверь Скажите, что вызовите полицию Я звоню полицию Кто там? Полиция? Кто-то пытается взломать дверь в мою квартиру Ну как? Не знаю По-моему, они ушли За дверью тишина Бернардо, пожалуйста, приезжайте Мне страшно До вашего приезда я не выйду из квартиры Хорошо, хорошо Ждите меня Соберите необходимые вещи Поторопитесь Что, я разговаривала с Каролиной? Да, ей грозит опасность Я с тобой Нет-нет, Марина Оставайся здесь и занимайся делами Но... Я быстро Но тебе же грозит опасность Так я и знала, Луис Я знала, что Ачаваль отомстит Полагаю, ваш клиент объяснил, что ситуация непростая Компания Висконти Интернешнл пришла к выводу, что если сеньора Микаэла унаследует всю собственность, это чревата осложнениями для нас У вас есть основания для такого вывода? Видите ли, Висконти Интернешнл вполне платежеспособная компания Но последние годы были для нас не слишком удачными Они считают, что банки откажут им в помощи, если меня объявят наследницей И мы приложим все силы, чтобы этого не произошло Признав недействительным ее брак с Маурисио Висконти? Для начала Я могу показать вам перечень всех ее браков И, разумеется, разводов Вы черпаете сведения из бульварной прессы Клеветническая компания Что дальше? Мы докажем, что эта дама вышла замуж за сеньора Висконти Тогда он был недееспособным Иными словами, ненормальным Какой вздор Успокойтесь, Микаэла Что вы можете предложить ей взамен? Весьма значительную сумму, которая позволит ей жить в свое удовольствие Прекрасно, Микаэла, вы отказываетесь от этого предложения? Конечно Маурисио никогда не пошел бы на это Вы не бывали в этом ресторане? Никогда И когда вы приглашали меня, то не сказали, что ресторан расположен в отеле Да Наверное, я забыл Но кормят здесь восхитительно Вам нравится? Просто Замечательно И да, здесь так же хороша, как и ваша рекламная компания А что касается фотографий вашей дочери, так я просто влюбился в них Мои менеджеры тоже в восторге Мне не терпится увидеть плакаты Мне тоже Но, скажу честно, Фабиан Я все еще не могу свыкнуться с мыслью, что моя дочь стала моделью Это такой же труд, как и любой другой К тому же он позволяет заработать кучу денег Чтобы заработать кучу денег, сначала нужно заработать имя Нужно стать знаменитостью А моя дочь только начинает И до больших денег ей еще далеко Но она на правильном пути И с вашей помощью, Моника, она многого добьется Потому что она стремится к этому А ваш материнский долг поддержать ее Даже если вам эта идея не слишком нравится Алло, Рут, это Ирида Вы знаете, что это такое? Жизнь модели Это не только рекламные кампании, путешествия и модные дефили Но и постоянное нервное напряжение Потери аппетита и прочие неудобства В каждой карьере есть риск Было бы хуже, если бы она захотела работать в полиции Или пойти в армию Да, в этом вы правы Можно заказывать десерт? Да, только что-нибудь попроще Я не хочу толстеть Глупости Вы принадлежите к тому типу женщин Которые всегда прекрасны и восхитительны Кто клиенты Висконте Интернашнл? Банки? Или женщины? Клиенты? Да-да Кто покупает одежду, обувь, сумки? Женщины, разумеется Именно женщины Моя клиентка тоже женщина Как думаете, на чьей стороне будут ваши клиентки? На стороне Микаэлы На стороне человека, которому они сочувствуют Или на вашей стороне На стороне акул корпоративного бизнеса К чему вы клоните? Я говорю о сути Вы боитесь признать Микаэлу наследницей? Потому что это не поможет стабилизировать финансовое положение компании А я вас уверяю в обратном Микаэла должна быть признана наследницей Это благоприятно повлиять на имидж компании И увеличить число продаж Лишив Микаэлу наследства Сеньоры, вы лишите свою компанию будущего На твоих глазах Твой босс превращается в волка Шея вытягивается Вытягивается И скоро Вместо лица появится морда Нет, Кармен, не так Будь внимательной У тебя же все получалось Джуниор, я не хочу становиться актрисой Которая снимается в триллерах Хорошо, а как насчет романтических комедий? Для этого нужен наставник А здесь не кинокомпания Посмотри как следует Твой наставник пришел Дорогой Привет, как дела? Джуниор хочет снимать романтическую комедию И мы ищем режиссера Я очень спешу, Кармен Моника у себя? Бернардо просил срочно передать ей кое-что Она ушла на ланч С клиентом В чем дело, Луис? Что ты хотел передать? Будьте осторожны, Джуниор Фабиан, большое спасибо Еда, начиная от вина и заканчивая десертом Выше всяческих похвал Рад это слышать А как насчет спутника? Безупречен, как всегда Спасибо Разумеется, это взаимно Официант, счет Фабиан, мне, правда, неловко Но я вынуждена вновь заговорить о чеке Вы помните, что обещали за ланчем вручить мне чек? Помните? Конечно, помню Я только об этом и думал во время ланча Неужели? Разумеется Собираясь сюда, я начал с того, что выписал чек Замечательно, я могу получить его Он у меня в портфеле, в президентском номере Давайте поднимемся туда Прошу прощения Чек в президентском номере Предлагаю подняться туда Нет, я лучше посижу здесь Вы подниметесь, а я подожду вас тут Перестаньте, Моника Не упрямьтесь Я обещаю, что вы запомните этот день на всю жизнь Вы серьезно? Разумеется Идем Отпустите меня Я никуда не пойду Ни в какой отель И в номер Моника, дорогая Из-за твоих монастырских замашек мы зря теряем время Поверь, я все это видел и не раз Идем Вы заблуждаетесь За кого вы меня принимаете? Ты ведь хочешь, чтобы агентство процветало? Не так ли? А разве тебе не говорили, что за успех надо платить? Нет Мне этого не говорили А о чем ты думала, когда я пригласил тебя в отель? Я не знала, что это отель Однако, узнав, ты не отказалась Я считала вас джентльменом, который умеет вести себя с дамами С дамами? Перестань, Моника Нечего разыгрывать из себя святую Думаешь, я не видел фотографию, на которой ты целуешься с этим типом? Вы негодяй Ваша жена не знает, с каким подонком она живет Забудь о чеке Я больше не нуждаюсь в услугах Лизама Адвертайзинг Это Лизама Адвертайзинг больше с вами не работает Синьорита Ана Я не слышала, что вы вернулись Как ты могла что-нибудь услышать, Розальба, если у тебя грохочет музыка? Вы одна или синьора Моника тоже вернулась? Я одна А что? Мне нужна юбка, но она, наверное, в стирке Не стой на дороге Пропусти Карлота мертва? Ее сбила машина, а водитель искрылся Это дело рука Чаваля Конечно, я же говорила, что он будет мстить А где Бернардо? Поехал в морг на опознание А потом к Каролине Он хочет перевезти ее в безопасное место Бернардо ненормальный Вместо того, чтобы затаиться, он... Да, вы правы, я ему говорила Но он не стал меня слушать Бернардо считает себя неуязвимым Синьора Миляно А вдруг? Вдруг они убьют его? Не знаю, может, это несчастный случай Нет, 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 ничего подобного Он волнуется за мать Я понимаю, а где Моника? Наконец-то Наконец-то ты вернулась, мама Моника, ну? Ты принесла чек? Что? Чек Моника ходила за чеком За рекламную кампанию Фабиана Моника, не молчи Выкладывай подробности Нет, я уверена, что она уже успела Побывать в банке Никакого чека нет Фабиан и не собирался платить нам Что? Он же был в восторге от моей работы И сам подписал бюджет Контракт расторгнут Мне очень жаль, Элизар Кто-нибудь звонил? Нет, никто Я буду у тебя Нет, Моника, Моника, подожди Этого нельзя так оставлять Прошу прощения Фабиан не сумасшедший Наверное, что-то произошло Что ты сделала? Ничего Я ничего не сделала, Элизар Просто я вела себя так Как должна вести себя деловая женщина Я в этом сомневаюсь Это твое право Но твои вопросы неуместны Как и твой тон Часть денег принадлежит мне Я все вложил в этот проект Элизар, не говори так Помолчи, ты здесь больше не работаешь Если ты не сменишь тон Тебе тоже придется искать себе другую работу Ты мне угрожаешь? Предупреждаю последний раз, Элизар Я не настроена выслушивать твои жалобы Займись лучше делом Моника права Еще бы Все вы ополчились против Элизара Дорогой, успокойся Я не желаю успокаиваться Мне нужно заплатить за свет, за телефон И рассчитаться с кредиторами Прошу прощения, но теперь мне остается одно Ограбить банк Я сама поговорю с Моникой Здравствуйте Как ваши дела? Ты? Что тебе надо? Я пришла извиниться И сказать, что подобное больше не повторится Вам, сеньоре Монике, Анне, сеньора Эмилиано, Джуниору, Розальве Всем Хочу принести извинения Ты пришла, чтобы посмеяться над нами? Нет, сеньора Омандо, что вы Я пришла, чтобы попросить прощения у вас Да Почему бы тебе не извиниться перед кем-нибудь другим? Например, перед твоим ненаглядным Биллом Перед этим негодяем Вы ошибаетесь Билл не мой парень Мне все равно Тебе нечего делать в этом доме Теперь я понимаю Почему, Ани, так трудно с вами Вы несговорчивый человек И считаете себя непререкаемым авторитетом Девочка, да как ты смеешь? Кто там? Это я, Бернардо Наконец-то Слава Богу, вы здесь Тише Я так нервничаю Я должен был сначала заехать в морг И что же? Это Карлота? Да Это она Это дело рук подручных, а чавали Они приходили ко мне, когда мы разговаривали Ваш звонок спас мне жизнь Спасибо, Бернардо Каролина Может, это был кто-нибудь другой? Нет, нет, нет Они ломились в мою дверь Бернардо, вы второй раз спасаете мне жизнь И я у вас вне оплатам долгу Нет, нет, Каролина Простите меня Простите Это все нервы Я не знаю, что со мной Не сердитесь на меня Я прошу вас Каролина Это не должно повториться Никогда Ни при каких обстоятельствах Вы поняли? Да, да, я понимаю Я знаю, что вы женитесь на Марину Нет, нет, Марина тут ни при чем Дело во мне Каролина, я очень благодарен вам И беспокоюсь о вашей безопасности Так что забудем о том, что произошло Согласна? Да Но я не понимаю, неужели вас так взволновал мой поцелуй Дело не в том, взволновал он меня или нет Просто я хочу, чтобы это не повторилось Хорошо, простите меня Не знаю, что со мной творится Я ужасно нервничаю Нам нужно найти безопасное место, где вы сможете отсидеться пару дней Не знаю, может быть Может быть отель какой-нибудь Нет, это слишком рискованно Неужели Фабиан Аларка так поступил? Да Это было отвратительно На моих глазах Он из воспитанного человека превратился в пухотливого самца Просто смотреть было противно Минуточку, Моника Он предложил вам подняться с ним в номер Он повторил это дважды Он не просил, он требовал И сказал, что именно так и занимаются бизнесом До встречи Позволь мне обнять тебя Я не сделал ничего особенного Микаэл Что ты говоришь наоборот? Благодаря тебе эти акулы отказались от мысли обобрать меня Я лишь объяснил им, что они могут потерять гораздо больше Это старое правило, но оно сработало Вы довольны? Не то слово И дело не только в деньгах Справедливость восторжествовала А если торжество справедливости сочетается с миллионами? Это еще лучше Это правда? Что? То, что он сказал Неужели для того, чтобы агентство встало на ноги Необходимо пройти через это? Нет, Моника, конечно нет Среди бизнесменов есть разные люди И такие, как Фабиан Их немало Но есть и порядочные люди Такие, как вы Те, как их много Кто усердно работает Моника, не позволяете этой ситуации повлиять на вас? Поняла Господи, сколько у меня было иллюзий Сандра Если бы вы знали Он же мой первый клиент Первый чек Который я должна была получить И который так нужен мне сейчас Скажу правду У меня появились подозрения Силка вина Прошу прощения Все очень плохо Вальтер? Здравствуйте, Элизар Что ты здесь делаешь? Вальтер мой адвокат Он защищает меня от нападок в Висконте Интернешнл И представь себе, мы выиграли дело Без единого выстрела Ты все получишь? В полном соответствии с законом И благодаря необыкновенным ораторским способностям Вальтера Я рад, что смог помочь вам А сейчас мне пора У меня есть и другие дела Микаэла, без меня ничего не подписывайте Слушаюсь, капитан До свидания До свидания До встречи Пока О чем ты думаешь? Ни о чем Так сколько миллионов ты унаследовала? Нисколько Если верить им, этот год не самый удачный для компании Но кое-что я все-таки получу Не сомневаюсь Ты будешь жить гораздо лучше, чем я У меня долги за квартиру, телефон отключат за неуплату И все это благодаря Монике По ее вине мы лишились рекламной кампании Фабиана Не может быть А что случилось? Не знаю Спросил у своей подруги Пока мне не на что даже купить бензин А в нашей стране это отнюдь не роскошь Успокойся, дружок Как только я получу наследство в Висконте У тебя будут деньги Много денег Немного, верно? Папа, это все, что я могла найти Я подумаю, как распорядиться этой суммой Спасибо Куда ты сейчас? Я не буду тебе отвечать ради твоей же безопасности Это связано с Чабалем? Поначалу, да Я слышал по радио про смерть Карлоты Он мстит своим врагам Следующий на очереди я Не говори, так прошу тебя Ну ладно Я пошел Большое спасибо Я свяжусь с тобой Я люблю тебя, доченька Люблю Очень люблю Я тоже, папочка Береги себя Пока Пока Изображение с этикеткой Да Прямая реклама и косвенная реклама Очень хорошо А еще? А осталось еще два, Моника Не знаю Я ничего не помню Прости, но я ничего не помню Наверное, у меня нет призвания Глупости? Просто вы взволнованы и устали Давайте перенесем занятия на другой день Давай Вам надо успокоиться Спасибо Кто к нам пришел? Как прошло ограбление банка? Необходимость в этом отпала Я был у Микаэла и принес хорошие новости Ее признали Наследницей Висконти Но это еще не все Продолжение следует Когда деньги будут у нее в руках Она вложит их В проведение рекламных кампаний Вот так вот Все до последнего цента Фантастика, Моника Видите, как все складывается? Есть еще люди Которые готовы Складывать рекламные кампании Миллионы Мы это обсудим Конечно, обсудим В свое время Я должен извиниться за свое поведение У меня было скверное настроение И я не смог сдержаться Больше это не повторится Поверьте мне Ну что? Простите его Не знаю Может, стоит Попытать счастье Ана Я знаю, ты не любишь Говорить об этом Но Катя Снова приходила Да? Я рада Бабушка Я хотела кое-что спросить Ты знаешь женщину по имени Антонета Гальвес? Какая дура Я чуть не выбросила это Успокойся, бабуля Розальба все сделает Мы же платим ей Где она? Да-да, ты права Ты права Спасибо тебе Бабушка Что? Ты знаешь ее или нет? Кого? Что с тобой, бабушка? Ты слышала вопрос? Антонета Гальвес Нет Нет Я Не помню это имя Нет Откуда ты узнала его? Из программы Пока 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 Постарайтесь отдохнуть Спасибо Может, теперь ты объяснишь Что делал у Микаэла? То же, что всегда Развлекал ее Рассказывал разные истории И так далее Больше всего мне не нравится И так далее Ты осуждаешь меня? Осуждаю Ты возвращаешься? Замечательно Целую Пока Он едет домой Давно пора Он отсутствовал весь день Да Но сказал, что искал информацию для новой статьи Смерть Скорлоты Спутала все планы А от еженедельника зависит и наша свадьба Не волнуйся Свадьбу откладывать никто не собирается Не беспокойся Но меня обеспокоил визит доктора Корнехо Моего доктора? Мне показалось, он был чем-то взволнован, Марина Да, да, вы правы Он действительно нервничал Я перестала доверять ему и решила сменить врача Я думал, что меня помиловали Нет? Интересно, кто это? Привет Привет, Сандра Здравствуйте, Бернардо, проходите Прошу прощения Сандра, я думаю, ты уже знаешь, что случилось С Карлотой Знаю, а что? Сандра Каролине нужен приют на пару дней Да, люди очавали и ищут меня, чтобы убить Здесь она в безопасности Мы объездили весь город, но... Но твоя квартира кажется мне самым безопасным местом Конечно, если ты не против Сандра, речь идет всего о паре дней Пожалуйста Но это не значит, что я просила тебя, Каролина Сандра, Сандра Спасибо, ты спасла мне жизнь Как всегда Не говори так Спасибо Привет, Элизар Как дела? До твоего прихода все было отлично Ты всегда такой милый Ну все Я прощаюсь Спасибо Спасибо за все Я знаю, Бернардо, что этих слов недостаточно Но других я не знаю Спасибо Сандра, Элизар, прошу прощения Пока, Бернардо Пока Я думала, Элизар тоже уходит Это было бы очень тактично Извините Одну минуту Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому А ты Я не понимаю, зачем ты пошла туда Мне был необходим чек Но я не хотела получать его такой ценой Я не колебалась ни секунды, понимаешь? Я была уверена, что Мне нечего делать в этом номере Нет, подожди, я не понимаю Сейчас объясню Ты думаешь, я способна совершить подобную ошибку? Потому что ты судишь по себе Что произошло у вас с Элизаром? Моника, нет Ничего не было Да, я встречалась с Элизаром Он звонил мне и приходил в гости, но только как друг И все Бог уберег тебя от того, чтобы встать между ним и Сандрой Минутку, я этого не понимаю Его ближайший друг я, а не Сандра Это же очевидно Я знаю, что Сандра очень любит его И будет горько, если она снова потеряет его Но из-за меня этого не произойдет Можешь не переживать Извини Алло Моника Это Бернардо Ты уже знаешь про Карлоту? Да, мне сказал Луис Ты понимаешь, что должна быть очень осторожной? Конечно, я буду очень осторожной Извини, но я вынуждена попрощаться У меня много дел До свидания Моника Моника, человек хочет тебе помочь Не следует быть такой резкой Следует Клянусь, это необходимо Извините Извините Входи Простите, но у меня не осталось денег А нужно сделать Кое-какие покупки на завтра Не могли бы вы дать? Да, конечно Деньги Деньги, они текут как вода Дай мне, пожалуйста, вон ту шкатулку Красную Спасибо Деньги Кто-то украл мои деньги Что ты сказала? У меня украли все деньги Фильм озвучен компанией Интракоммуникейшнс 2005 год Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok